Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу у меня прямой вопрос. Скажите, Библия, она про политику? Так сразу, да? Про политику. Но, вы знаете, я никогда об этом раньше не думал. Политики никакой я не видел в Священном Писании, потому что Священное Писание – это богодухновенная книга, которая говорит о любви, о спасении, о Боге. Да, она говорит о том, как нам хорошо здесь жить, о вечности. Вот. И самое потрясающее, что для меня было, что я имею жизнь вечную. Вот. И Священное Писание об этом говорит. И это супер. А потом вдруг Библия начала мне говорить некоторые вещи, которые, причем красной нитью проходили через начало до конца. Я не мог от этого избавиться, потому что она указывала мне на моё духовное состояние. Да, я везде видел именно то, что происходило в моей душе, это сказать и так далее, и так далее. И, в общем-то, я увидел, что Священное Писание как-то оно, как однажды я услышал, книга акцентов. Вот. Книга акцентов. И вдруг я, значит, увидел именно красной нитью другая тема проходит. Вот. А потом третья тема проходит. Вот. И ты не можешь о другом думать, ты не можешь о другом говорить. Ты не можешь другое видеть в Библии, как только вот именно вот та тема, которая вдруг начала открываться. Вот. И пока она не завершится, ты просто об этом… И ты не можешь по-другому себя вести. Вот. Она говорит об этом. Последнее время вдруг я обнаружил, я человек, так сказать, аполитичный. То есть, то, что происходит в мире, я понимаю так, ну, кто-то занимается этим. У меня своя есть, своя жизнь, своё предназначение. Я пастор, я занимаюсь, поведаю, храню, крещу, говорю людям о Боге. Да, стараюсь тоже жить так, соответственно. Где-то я, вот, ну, в общем, вот занимаюсь своей маленькой-маленькой такой религиозной жизнью, так скажем, да, в маленькой местности, в маленькой церквушечке среди небольшой, небольших, так сказать, небольшой группы людей. Вот. Но вдруг в последнее время я стал читать Священное Писание и вдруг вижу, что Библия, она стала такой, для меня, политической книгой. Я стал вникать, обращать внимание на то, что происходит вокруг и потому, что я вижу это в Библии. А что именно? Слушайте, ну, я не выискиваю это. Я готовлюсь к литургии в течение всей недели, к следующей литургии, так скажем, воскресенье, которое будет с понедельника. И мне литургическая книга предлагает места Писания. И я их, значит, вот использую. Я читаю и вдруг я вижу, что очень знакомое и близкое. Вот. Где-то я об этом слышал. Вот буквально вот совсем недавно по телевизору или по радио. Вот. Я начинаю смотреть и вижу, что вот в этих цитатах из Библии я вижу ситуацию, которая происходит сегодня, реально происходит с людьми, происходит в обществе. Можете пример какой-то? Слушайте, ну вот, например, да. Это было прошлое, прошлое богослужение. Мы праздновали торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вот. Такой праздник радостный и очень печальный. Одни видели одно, другие – это другое. Другая личность видела совершенно другое. Вот. Все по-разному видят, смотрят на этот праздник. Это не событие. Это пальмовое воскресенье. Верное пальмовое воскресенье, да. И вот я читаю, значит, готовлюсь к литургии. И вот церковь предлагает такое местописание. Исайя, 50-я глава, с 5-го по 10-й стих. Я прочитаю. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лице мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня, вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается глаза раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вот это местописание, которое дано мне на богослужение, которое я должен прочитать в церкви. Я его читаю, еще раз прочитал, и я увидел, конечно, это пророк Исаия, которым Бог открыл, и он, значит, не может противиться. И потом я понимаю, что пророк пишет и о себе, и одновременно он пишет пророческие слова о нашем Господе Иисусе Христе. И это просто увидел. И потом я вдруг увидел, что это описание современное. Я увидел здесь ситуацию, которая на глазах у всего мира происходит. А чему Вы имеете? Ну, я увидел личность, о которой не принято говорить имя, называть это имя. Вот. И я увидел в жизни этого, этой личности, этого человека, вот именно вот исполнение этих слов. Я увидел то, что это происходит в его жизни, просто реально, конкретно. Он, может быть, так не говорит, но я это увидел и это услышал. Я не видел другого человека какого-либо, а именно этого, чьё имя не произносится. И я знаю, что он не останется в стыде, даже если он не станет, так сказать, здесь на земле живых, он в стыде не останется. Я знаю, что он не воспротивился тому, что, чему его призвал Бог. И это Бог его призвал. Он не воспротивился, он услышал, он стал это делать. И на него его стали бить. И он не противится этому. Он это принимает, принимает как данность. Вот. И он счастлив, радуется. И он знает, какие последствия могут быть. И он знает, какой будет результат. Давайте не будем называть его имя, чтобы наши зрители попробовали сами. Сами, да. Не буду я называть это имя. Да, но ещё что-то есть какое-то. И вот слушайте, и потом сразу после этого, после этого, даётся другое место писания, чтение книги пророка Иеремии. Это один из моих, это любимый мой пророк, который из священного писания Иеремии. Потрясающая судьба, потрясающая жизнь. И, конечно, ужасная атмосфера, в которой он находился. И, конечно, то давление, которое он испытывал. Не буду дальше говорить, но вот Иеремия, 11 глава, с 18 по 20 стих. Я стал размышлять над тем местом писания, потом я начал читать, какой ещё даётся стих, вот именно вот в этой литуре. Я читаю дальше. «Господь открыл мне, и я знаю. Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, «Положим ядовитое дерево в пищу его, и оторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но, Господи, Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело моё». Это вот Иеремия. Ну, ещё более конкретно, по-моему. И я здесь просто, ну всё, я поднял руки, я сдался и сказал, «Господи, ну а что, вот как? Я не знаю, о чём думать». Но, с другой стороны, ведь то, что происходило и в те времена, это тоже происходило не в безвакуумном пространстве. Там же тоже присутствовали цари и какие-то правители, и какие-то происходили вещи, когда церковь пыталась отдать что-то нечистое, например, там, Кесарю судить Иисуса к смерти, потому что не хотела как бы мараться, да. Но, тем не менее, напрямую участвовала в этом процессе. Да. Прямо, или косвенно, так скажем, да, участвовала в этом процессе и решила не своими руками, руками других избавиться от… Ну, кто-то говорит, что в Библии, например, журналисты очень часто видят то, что миссия тех, кто составлял Евангелие, это, по сути, репортеры того времени, которые записывали какие-то репортажи с мест событий. Вот, вы говорите там, видите политику в этом сейчас, в настоящий момент. Да, и теперь вижу, что именно Священное Писание говорит нам, показывает нам всю жизнь общественную. Общественная жизнь, это все-таки, она взаимосвязана с политическими какими-то движениями, действиями, решениями, последствиями от политической деятельности тех или других людей. Это когда определенная позиция о тех или иных, вот, ну, и Священное Писание, мне кажется, оно недалеко совершенно, то есть оно в глубине этого всего находится. Ну, вот эта жесткость, о которой написано в книге Пророка, что там будут избиения какие-то, я должен поставить там свою спину или там не прятать лицо. Ну, это все-таки от того, что других способов разговаривать с той же самой оппозицией в то же самое время не было. Или и сейчас, по сути, то же самое мы видим. Ну, вот один из наших хороших знакомых сказал, что признак взросления человека – это умение договариваться. Да, вот он как-то это говорил, вы не помните, он говорил, что не только договариваться между собою, да? Договориться с Богом. Да. Даже договориться с Богом, договориться с царями, договориться с теми, которые, ну, против тебя, да. То есть, ну, то есть умение договариваться – это договорные отношения, это заветные отношения. То есть это тоже прослеживается по всей Библии. Ну, у вас вот в Карельской церкви как бы с этим все нормально. Вы как-то умеете договариваться, почему я об этом говорю, потому что, ну, и поддерживают ваши проекты и общественность, и власти. В общем, известные вот эти выставки, которые вы проводите в храмах, и концерты, и какие-то другие там, ну, идет навстречу. То есть это, ну, обоюдный процесс такой, там взрослые, и вы взрослые. Слушайте, ну, как-то получилось, так исторически у нас сложилось, да. Я не знаю, потому что, может быть, мы небольшое общество, маленькое там общество, и, то есть, самообщественность, и церковь, и власти. То есть, как бы мы находимся не в центре всех событий, а там тихо, спокойненько, вот занимаемся своим, что-нибудь там капошимся, занимаемся своими маленькими-маленькими делами, вот. И понимаем о том, что мы друг без друга как-то вот не справимся. И такая ситуация, вот я на протяжении 22 лет наблюдаю и вижу, что как-то, ну, и, по крайней мере, я так вижу, что никто старается препятствовать там друг другу. А если такое происходит, то как-то решаются вопросы вместе. У нас даже вот совсем недавно общественность выступила, общество, общество, народ выступил, значит, за, с лидера нашего мэра города и победила. Вот отстояла позицию, и его хотели снять, вот обвинения были, судебные разные дела были, все это было тщетно. Судьи его оправдали, не нашли никакого состава преступления там и так далее, и так далее. Вот он оказался чистым, вот, и народ снова проголосовал за него, и вот он продолжает работать. И общественно, и общество, и власти, и, как увидел некоторые судьи, которые вот именно не смотрели то, что им скажут сверху, сделали так, как они считали правильно. Ну, то есть политика, это не всегда плохо, это как раз здоровый процесс, когда тыговариваешься, находишь какие-то компромиссы. Да, да. Приходишь к какому-то в конечном итоге хорошему, полезному для всех сторон результату. Мне кажется, что пророки, например, да, вот эти вот древние времена, они вот именно были такими политическими лидерами. Ну, давайте мы оставим, как называется, нашим зрителям, подписчикам возможность дальше размышлять на этой теме. Да. Я окунулся сейчас в такую атмосферу, сейчас нахожусь в месте, где я увидел счастливых людей. И причем это такая концентрация сильная. То есть это молодые, старые, пожилые люди, мужчины и женщины, они вот счастливы, потому что они живут здесь, они работают здесь. Здесь учатся их дети, они окружены какой-то заботой. Вот, я окунулся в это. Почувствовали территорию социального оптимизма? Да. Да. Люди имеют будущность, надежду и не то, что одно будущее. Они сейчас живут хорошо. Они сейчас живут счастливо и безопасно. Но, конечно, чувство безопасности немножко такое дело, потому что опасаются за свою будущность, потому что есть опасения, что кто-то не хочет, чтобы они жили так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.